всем доброго времени суток и сегодня решил снять еще одно видео конечно о телефончике blackview a20 который мне вот-вот недавно совсем приехал сейчас мы посмотрим поближе потому что как-то меня обзорчик мой предыдущий не совсем устроил он как бы неплохой в принципе но были свои косяки в частности со звуком вот чувствуют надо блин электронный стапан покупать 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 чтобы качество контента контента улучшалась и так чё приступим значит рассмотру поближе нашего аппарата переезжаем на нашу основную камеру вместо основной камеры на стать сегодня будет телефон а снимать у нас будет в 4k так вот он значит наш blackview как видим у нас фронтальная камера и здесь у нас как можете наблюдать есть такое как бы ну типа типа не совсем 2 5d может быть полтора до скотт небольшой но небольшое такое закругление есть еще с ним чехол кстати чехол как там и в прошлом видео не особо ты посмотри в принципе неплохой чехольчик такой знаете приятный такой неброский матовый лучше хорош хороший на ощупь защита очень даже замечательный так ну вот собственно сам телефон как видите вот так вот у нас выглядит мозоли тут можете мы понаблюдать в 4k они будут выглядеть особенно восхитительно так камера у нас здесь вот такая и здесь как видим ободок вот сейчас кстати грязи нету а у меня здесь вот недавно была пыль она походу то ли вытряхлась то ли что я в сумке носил теперь ее нету поначалу я сильно расстроился но теперь принципе понимаю что вы здесь надолго не задерживается здесь у нас вспышка имеется тут у нас необходимые разъема микро юсб 3 5 джек и пленка кстати если не заметили у нас здесь пленочка есть и она очень даже неплохо обычно такую какую-то уродскую транспортную плетку пленку клеится ее просто ну стыдно людям показывать а здесь прям такая ну неплохо хорошего качества пленочка прозрачная без всяких там блесток и так далее так вот это у нас кстати максимальная яркость сейчас здесь до максимальная яркость ну по яркости в принципе как бы на телефоне он кажется темный но на самом деле выглядит ну неплохо я вам вот так у меня вот не макс 3 честно который я снимаю кстати говоря тут ну немножко может не такой яркий как мой мимакс ой 3 мимакс фута я уже брежу третьими максом вообще у меня 2 макс это же логично потому что 3 еще и в помине его нет экранчик здесь хороший как видите интерфейс интерфейс работает в принципе нормально так иногда бывает конечно такие задумывается аппарат вот но стоит учитывая что здесь как бы железо не продвинутая поэтому ему простить и кстати здесь я как-то прошлом видео говорил что разговорный динамик не ахти то есть собеседник меня тихо слышал ведь я это все дело пофиксил установил вот такую штуку для инженерного меню заходите в play market и так и пишите инженерное меню и здесь у нас потом ищем hardwire testing заходим в аудио заходим load speaker mode и выбираем здесь микрофон и по-моему начиная кажется то ли с 6 8 с 8 но я на 8 не выстрел рано ладно его трогать не буду этот параметр потому что я уже здесь все поставил вот а вообще я поставил все под по 120 взял такой средний зачем значение там от 100 чем-то тоже ну короче вот скольки то там до 255 максимальное значение я взял средние 120 и все остальные я выставил вот такому порядке и меня стали нормально слышит звук стал хороший вот такой звук так тут как видим у нас многозадачность тоже она нормально работает все все шустренько это android go и что самое главное он чистый без всяких там блин софтивен сторонних которые обычно производители китайские любят напихать их в телефон прям так обильно чтобы жизнь сахаром не казалось то здесь все в порядке здесь с постороннего софта нет deep clean ну тут у нас мы попадаем уже в основное наш меню когда свайпом вверх делаем все наше приложение здесь у нас видоизмененный google вот такая вот иконка у вот видите вот он принципе от обычного гугла он не особо там и отличается но есть как бы тут короче в настройках надо решается а настроек здесь кстати не густ здесь вообще по моему никаких настроек нет ну так так показывает статистику рекомендаемое новое видео очистить историю телефон туда-сюда в общем такое не особо интересно пойдет принципе видео воспроизводят сейчас мы даже чуть посмотрим какой-нибудь клип может поставим на клипец ну или зайдем на мой канал у меня вот уже обзорчик и снайблокию а 20 сейчас мы зайдем поглядим я тут ставлю высокое качество а он не все время почему-то хреновом качестве показывает не знаю чем связано но как-то так звук прикрутим ну вот собственно как у нас воспроизводить видео ну пиксели конечно же видно где тут фокусируйся уже ну сейчас вроде качество нормально да ну в принципе пойдет но видно что экранчик такой зернистый конечно же здесь даже меньше чем hd разрешение по моему 480 на 960 пикселей это как бы немного но в принципе картинка смотрибельная в общем все нормально ютубчик смотреть можно и ролик снял уже в принципе тут все нормально что самое главное здесь у нас получается очень много пространство под дисплей выделено как видите у нас здесь 16 к 9 соотношение сторон и кнопок здесь нет они на экраны это очень хорошо это у нас кнопка назад таком это у нас многозадачность убираем все наши приложения 3g работает нормально и кстати по поводу связи мобильную связь держит хорошо прям как вай-фай точно так же хорошо ловит я честно сказать удивился потому что у меня к примеру были другие телефоны подешевле блоки в частности по моему то ли а 7 то ли как он там назывался я уже забыл и лиога м9 то они ну как бы так среднячок были при том что а 7 стоил также 50 долларов а лиога м9 на 10 баксов дороже 60 баксов а и 50 долларов и то есть получаем реально хорошее качество хорошая сборка неплохие камеры неплохой экран с микрофонами все в порядке вот ну конечно же не допил но это нельзя назвать не засадками как бы это уже недоработка производителя которую можно самому пофиксить без проблем то есть с этим проблем нет хотя было бы неплохо если бы не надо было ничего фиксить это было бы вообще круто сейчас мы внутри аночку посмотрим телефон нас со съемной батареей кстати говоря можно докупить отдельно батарейку если вам не хватает одной без проблем открыли крышку сняли поставили батарею все погнали дальше работать это очень удобно потому что современные смартфоны блин вот то что батарея несъемная это конечно минус ну как бы можно сказать и плюс во-первых телефон тоньше а во-вторых он как бы более безопасен и дело в том что есть у вас там сканер отпечатка пальцев пароль все такое ты уж так просто не довозь не знала конечно его можно выключить там допустим если у вас украдут но если там пароль стоит с ним как бы придется вам удохаться с батареи тут попроще что телефон из пионер батарейку просто сразу вот взял вытащил и все и планом дальше хотя принципе если у вас украдут телефон то вам ничего уж не поможет и здесь накидом помогать и так сейчас мы к батарейку эту с ним она у нас кстати съемного как я уже сказал тут нас голограмм то нас встречает соответственно серийный пластиком пахнет так и здесь у нас разъем разъем у нас кстати комбинированный вот у нас здесь либо две микросим либо одна микросим и micro sd карта в принципе сделали так знаете очень даже красиво мне нравится такое решение вообще так прям без лишних всяких этих самых и самое главное что вынесли на боковую часть не нужно если поменяли свои sim карты то не надо батареи вытаскать просто включили режим полета вставили потом режим полета выключили и все и собственно он увидел ваши карты это очень очень так сейчас мы назад вставим это все дело и может быть даже 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 не знаю сейчас можно попробовать сфотографировать пробник это показать потому что я фотографии уже все сделал и они будут уже в другом обзоре это будет другое видео уже вот в этом видео мы смотреть их пока не будем так скажем сохраню интригу ну ты чё бы нам сфотографировать мы можем сфотографировать наверно мою камеру сейчас у нас телефон пока включится звук динамика приятный и кстати я же рингтоны не включал надо включить рингтоны елки зеленые как я мог об этом забыть точно сейчас мы зайдем в звуки для начала конечно параметры надо зайти чтобы попасться в звуки так эй эй где ринг национ рынку жим не без по 1 тонн экстрим ну чё си здесь мелодии чё всё что так чё здесь еще есть за это чувствуется так на очень высоких частотах чувствуется что немножко репит но это сильно максимальную громкость включать хотя динамик громкий довольно такой знаете неплохо в принципе звонок не пропустишь и что-то я здесь еще хотел показать а ну и мультимедиа как бы мышь полноценно звук не оценили в ю тубе на сейчас мы какой-нибудь клип включим и посмотрим так пиш сейчас мы чего-нибудь тут включим и поглядим чтобы оценить звук на полную врубим автоматом перевернешься но и врачу сколько я его знаю им движет лишь одна цель испепелить половину вселенной получит все камни бесконечности сможет выжигать мир и вот так по щелчку напомни его имя marvel представляет у нас одно преимущество звук по мне неплохой да в принципе хороший звук я ничего плохого сказать не могу нормальность скажем так среднестатистический он и неплохой и не суперски то есть ну такой нормальный обычный звук то есть можно смотреть видосики можно слушать музыку и в общем-то ну как бы меня устраивает ну и конечно же сейчас фото в режиме live сделаем фотография кстати делает очень даже хороший я смотрел на компьютере и меня очень понравились фотографии так вот они у нас выглядят вот посмотрите-ка на это телефон за 50 долларов обалдеть просто вот это у нас приблизил вот это вот так вот снимает камера мобильного устройства за 50 баксов блин камера хорошая единственное что вот снимает классно видео пишет посредственно видео он вообще пишет 720 пикселя 6 720 на 300 чем-то поможет такое то есть даже не hd потому что ну вообще чуть придираться телефон за 50 долларов поэтому как бы глупо здесь какие-то претензии предъявлять главное что он фотографирует хорошо а то что он видео там пишет ну такое тут так себе средне чего знаете не особо то и этот сам главной фотографии хорошего но сейчас все в основном делают порно фотографии видео если снимают то как бы гораздо реже чем фотографируют вспышка кстати довольно ярко тоже плюс тут у нас две камеры и я не знаю обычно говорят что это типа муляж тогда я уже когда-то подобный телефон разбирал и там вот эта вот камера дополнительная она совсем не муляж то есть там она реально имеет свой собственный шлейф она подключена там все как бы нормально ну мне трудно сказать для чего ее ставят видимо есть на то свои причины но этот телефон хорошо подкусь фокусируется во время видео как как раз наверно для фокусировки вы ставите вторую камеру чтобы она определяла вкусное расстояние скорее всего для этого ее и ставят хотя собственно что производителю стоит вообще вот эту камеру 0 мегапикселя поставить телефон а вообще копейки стоит а меня не знаю пару центов блин это как бы немного гораздо дороже разработать дизайн телефона то есть инженеринг это дорого да а вот эти вот все примочки они все у них очень даже дешево стоят поэтому для производителя это вообще ничего не стоит копейки так игрушки сейчас показывать тоже не буду я наверно позже их покажу уже в нормальном видео там тоже сниму именно чисто подыгрыв отведу вот я тут пару как видите уже установил игрушек гансов бум и асфальт 8 и еще чем тогда закинуть обязательно напишите мне пожалуйста в комментариях какие игрушки нужно закинуть чтобы проверить это в радик также не забываем что у нас здесь процессор mtk 6580 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гиг встроенной памяти так что падут эти параметры пожалуйста если у вас есть какие-нибудь идеи пишите в комментариях и я обязательно сниму видео на эту тему так вот такой у нас сегодня видео было так что комментируем ставим лайки репостим подписываемся на канал всем спасибо пока